В 2020 году региональный материнский капитал в Кургане родители детей получить не могут, подобная мера поддержки многодетных семей на сегодняшний день в Курганской области отсутствует. Тем не менее, региональные власти стараются путем оказания дополнительной финансовой поддержки стимулировать семьи к рождению детей и омоложению субъекта РФ. Из данной статьи вы узнаете, на каких условиях семьям предоставлялся областной маткапитал, как разрешалось потратить средства, каков был размер выплаты, какие нужно было собрать документы. Величина федерального материнского капитала в 2020 году. Важно! Материнский семейный капитал не индексируется уже несколько лет в связи с недостатком средств в бюджете страны. Изначально условия программы предполагали проведение ежегодной индексации в зависимости от уровня инфляции. На сегодняшний день размер федеральной выплаты за рождение второго по счету ребенка составляет 453 026 рублей. Средства можно получить и при рождении третьего и любого из последующих детей, но только если право на оформление сертификата не было реализовано ранее, когда родился второй малыш. Деньги выплачиваются только один раз на семью. На какие цели разрешается потратить федеральный материнский капитал? Важно! В 2020 году малоимущие семьи, среднедушевой доход в которых составляет менее полутора размеров регионального прожиточного минимума на душу населения, могут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала до исполнения. Ребенку 1,5 лет. Средства федерального семейного капитала разрешается потратить сразу после рождения ребенка, после оформления сертификата, только в двух случаях, при желании погасить средствами ипотечный жилищный кредит, при необходимости приобрести. Ребенку-инвалиду средства реабилитации, если данное приспособление невозможно получить бесплатно. В остальных случаях деньгами можно воспользоваться только через три года после появления ребенка на свет, даже при том, что сертификат можно оформить сразу после его рождения, на улучшение жилищных условий, на увеличение накопительной пенсии матери, на оплату обучения ребенка или нескольких детей. Меры поддержки семей с детьми в Курганской области в 2020 году. Важно! В 2020 году обращаться в уполномоченные органы для оформления областного материнского капитала в Курганской области бесполезно выплаты не предоставляется, поскольку местные власти не продлевали программу поддержки многодетных. Семей? Региональные власти решили не вводить популярную во многих регионах России программу семейного капитала, но приняли ряд иных мер по оказанию поддержки семьям с детьми. Так, многодетные родители имеют возможность оформить выплату в 40 тысяч рублей, если в семье родится или будет усыновлено двое и более детей одновременно, выплату в 25 тысяч рублей в случае рождения или усыновления троих и более детей одновременно в 2013 или 2014 году. Получить указанное выше пособие можно лишь единожды, зато перед уполномоченными органами не нужно отчитываться за расходование средств, их можно потратить на любые нужды семьи. Помимо пособий, которые не установлены на федеральном уровне, региональные власти ввели в действие программу по развитию жилищного малоэтажного строительства. Участвовать в ней можно с 2014 по 2020 год. Согласно утвержденным условиям, молодая семья из Курганской области имеет возможность оформить следующие льготы. Субсидию, средства которой могут быть направлены на покупку готового жилья или постройку индивидуального жилого дома. После рождения сразу троих и более детей. Величина субсидии будет рассчитываться индивидуально в каждом случае, и влиять на окончательную сумму будет цена 1 квадратный метр жилой площади на территории Кургана. Разовую выплату в сумме 350 тысяч рублей, которую необходимо использовать для погашения ипотеки. Обратиться за средствами можно при рождении уже первого ребенка, новорожденный должен был появиться исключительно в период с начала 2013 года до окончания 2015 года. Окончательная сумма, опять же, зависела от рыночной стоимости 1 квм жилой площади по Курганской области. Кто имеет право на региональный материнский капитал в Кургане? К получателям выплаты в 25 тысяч рублей за рождение троих и более детей одновременно предъявляются следующие требования. На подачу документов имеет право любой из родителей, преимущественное право не предоставляется никому из них. Дети должны быть живы на дату подачи заявления. У родителей и детей должна быть постоянная регистрация по месту проживания в населенном пункте Курганской области. Чтобы получить субсидию на погашение ипотечного займа, необходимо соответствовать следующим условиям. Матери и отцу не должно исполниться более 35 лет на дату оформления выплаты, семья должна быть молодой, федеральной материнской. Капитал не должен быть оформлен на момент обращения за помощью. Родители не должны получить поддержку по программе обеспечения жильем молодых семей. Кредит должен быть оформлен по какой-либо из программ, перечисленных в тексте постановления. От 19 ноября 2012 года номер 555 семья должна быть зарегистрирована в области, заявитель должен иметь гражданство РФ. Экспертное мнение к вопросу о том, почему не выплачивается региональный материнский капитал в Кургане. Региональные власти Курганской области решили не продевать программу материнского капитала, поскольку результаты анализа эффективности проекта показывают отсутствие эффективности. Если бы материнский капитал помог повысить уровень рождаемости, наблюдался бы одновременный рост количества новорожденных и оформленных сертификатов. Вместо этого, в первый год действия программы, 2007 год, ситуация с рождаемостью не изменилась. В период с 2008 по 2009 годы и с 2012 по 2013 годы одновременно увеличивается число выдаваемых сертификатов и количество новорожденных в области. В 2014 году уровень рождаемости уменьшается, а число выдаваемых сертификатов увеличивается. Дополнительные меры поддержки в Курганской области, а именно субсидии на строительство и погашение кредитов, будут оказаны семье, в которой родился второй ребенок, только если его рождение пришлось на период до 1 октября 2015 года. Подобные ограничения введены по указу Министерства финансов РФ, дублирующие выплаты должны были быть устранены, а фактически региональная программа дублировала федеральную. Читайте также статью «Пособие на ребенка в Курганской области в 2020 году». Законодательные акты по теме. Закон Курганской области от 9 марта 2007 года, номер 232, о мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области, постановление правительства Курганской области от 26 марта 2012 года, номер 112, об утверждении порядка назначения и выплаты единовременного. Пособие при рождении, усыновлении, одновременно двух и более детей, постановление правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года, номер 652, об утверждении порядка в предоставлении единовременной выплаты при рождении третьего ребенка типичное. Ошибки. Ошибка. Семья из Курганской области претендует на получение областного материнского капитала после появления в семье третьего ребенка. Комментарий. В Курганской области не действует программа регионального материнского капитала. Ошибка. Женщина из Кургана, у которой тройни родилась в 2015 году, обращается за выплатой в 40 тысяч рублей. Комментарий. Выплата положена только в том случае, если дети были рождены в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Где в Курганской области можно оформить сертификат на материнский капитал? Ответ. Поскольку региональный материнский капитал в Кургане не выплачивается, обращаться можно исключительно за оформлением федеральной выплаты. Отделение пенсионного фонда расположено по адресу. 4-я больничная улица, дом 10, дробь 1. Можно также подать заявление через многофункциональный центр. Учреждение находится по адресу. Улица Куйбышева, дом 144. Вопрос номер два. Если один из близнецов умер после рождения, можно ли получить региональный материнский капитал в Кургане в сумме 40 тысяч рублей, если детей было рождено трое? Ответ. Нет, все дети должны быть живы на момент оформления выплаты. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!